сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом приготовления вяленого мяса карпаччо рецепт достаточно простой мы уже опробовали всем понравилось приготовление его занимает там три-четыре дня купил я грудки куриные буквально только что разделаны корочки сейчас я их обмою и собственно обработаю для дальнейших для дальнейшей операции там засолки и так далее все расскажу все покажу поэтапно теперь следующий этап я их хорошо промыл проточной водой сейчас просто уберу у меня лишнюю влагу бумажными полотенцами это все просто промокнули тёрли быстренько так не задерживаемся переходим дальше грудки мы промокнули полотенцами подсушили их немного сейчас нам нужно их обработать обработать можно их кто кому удобно кому ножом кому ножницами я так получился работать ножницами принципе мне удобно вы смотрите сами значит что нужно нужно все лишнее в грудке обрезать вот собственно так придать придать форму весь лишний жир он нам собственно не нужен вообще делается достаточно удобно и быстро нужно опять же повторяю кому удобно можно делать это нужно нужно вот собственно где-то как получилось вот . чистенько ровненько переходим к следующему берем все то же самое берем обрезаем здесь лишний жирок нам не нужен когда высыхает становится таким жестким а нам это не надо так ну наши грудки обработаны все теперь приступаем к этапу засолки значит это вообще все просто сначала сделаем небольшую подушечку насыпаем равномерным слоем такой пол сантиметра достаточно здесь укладываем и пересыпаем опять же сверху засыпаем соли соль не жалеем также опять второй слой все то же самое убильно засыпаем так смотрим где у нас есть пробелки такие это просто устраняются немножко засыпается готова получил получила соль так ну мы полностью покрыли наше мясо солью накрываем наши лоточки как видите соль везде все покрыто и практически пробелую нет даже есть немножко ничего страшного закрываем и отправляем в холодильник порядка 7-8 часов этого вполне достаточно я делал древно дольше но слишком получать соленым вымачивая не вымачивая все равно соленовато конечно там под пиво пойдет но хочется потом все вот так что поехали где-то 7 8 часов она будет стоять в холодильнике ну и уже встретимся на следующем этапе прошло 7 часов как наша корочка находится под солью и пришло время приготовить смесь для обсыпки курицы здесь мы используем разные приправы а именно чеснок сушеный паприка красная аджика сухая уцка сунели немного перца острого здесь можете добавлять говорится каждый остренького можно побольше поменьше кому как нравится плюс здесь у меня в ступке еще находится базилик и смесь перцев дробленая я немножко их разомну они нужны такие крупненькие для того чтобы они более как скажем хорошо вошли в мясо вот соответственно я уже честно говоря предварительно это сделал еще немножко работаем для надежности все высыпаем сюда перемешиваем удобнее мешать вилочкой хорошо перемешиваем все тщательно собственно в этой тарелочке мы будем сюда макать курочку хорошо ее пропитываем прошло чуть больше 7 часов мясо мы достали обмылил его тщательно от соли она стала таким достаточно жестким и собственно сейчас нам нужно его максимально удалить из него влагу для этого мы применяем полотенце бумажное вот так вот таким макаром хорошо вот такое только делаем берем следующий кусочек она была сухенькая мы максимально удалим влагу а теперь будем обваливать мясо в специях специи у меня на тарелочке я делаю небольшие такие усилия как бы чтобы специи проникали немножко как бы внутрь мяса тогда это будет очень хорошо и красиво вот после чего мы берем бечевочку я использую вот такую шважку вот так вот все простенько протыкаем вот собственно у нас готов кусочек для дальнейшего вывешивания на сушку вот вот берем следующее делаем то же самое обваливаем выдавливаем немного вот так хорошо вот все быстро и хорошо вот опять же то же самое верим рыбочку предварительно подготовленную я это делаю с более толстой стороны чтобы влага при сушке спускалась как бы немножко вниз мне кажется так будет более равномерное просушивание куска мяса итак последний этап приготовления это сушка вывесили мы на кухне у нас здесь батареи выключены в помещении порядка где-то 20 градусов плюс-минус мы его регулярно проветриваем и в таком состоянии мясо будет висеть где-то 4-5 дней после чего можно его пробовать и соответственно все будет вкусненько и красиво всем привет прошло 3 дня наше мясо полностью готово сейчас мы его будем дегустировать хорошо режется вот такое красивое получилось мясо просто отличное нежное соль специи все в меру мясо лично я храню в холодильнике заверну в пищевую бумагу всем рекомендую в принципе около месяца оно лежит спокойно на больше просто уже заканчивается приходится делать новую партию подписывайтесь на наш канал дальше будет очень много разных видео про кулинарные рецепты рыбалку отдых не пожалеете все будет очень интересно ставьте лайки всем пока все всем пока все 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 Продолжение следует...